Впервые во флагманских учебных учреждениях Электрогорска прошли открытые уроки в новом формате. Это мероприятие является одним из цикла региональных дней открытых дверей, которые проводят подмосковные школы-флагманы с февраля по апрель. Учителя-ученики лицея продемонстрировали свои проекты и материалы, наработанные за последние годы. Школьники проявили свои знания не только на уроках, но и на переменах. Несколько ребят подготовили интересные проекты. Что сегодня представляешь на этом проекте? Мой проект – это опыты с устухом или где найти невидимку. И что за проект такой, что ты делаешь тут? Я сначала делаю опыты, потом объясняю, как они работают. Я поджигаю свечку и накрываю банкой. Кислород – это горычий газ, он находится в воздухе. За счет него может все по краске гореть. Когда я накрываю свечку банкой, кислород просто выжигается. И кому ты показывал эти опыты? Гостям, которые приехали сюда сегодня. А с кем ты подготовил? Со своим учителем? Я подготовила это все со своим учителем и еще презентацию подготовила моя мама мне. Мы представляли сегодня проект по реализации детского центра лекторий. Долго готовили этот макет? Достаточно, около месяца. Что потребовалось для этого? Ну, мы искали разные материалы в магазинах, также вышивали сами, делали различные изделия мелкие. И куда пойдет дальше этот проект? Ну, мы попробуем обратиться к мэру с нашим проектом, попробуем в администрацию также подойти, попробуем реализовать его. Это гончарная мастерская, а здесь кабинет, где будут проходить уроки по тригонометрии. Внизу есть места, где будут проводиться уроки в виде лекций и различных встреч с людьми. А еще сегодня в чем-нибудь участвовали? У нас сегодня также был открытый урок по химии. Мы проводили различные опыты, повторяли материал изученный, было очень интересно. Ну, и как вы считаете, учитель донес информацию? Очень интересно было? Да, у нас очень интересно подносить информацию. Не всегда заумно, простыми словами, нам это очень нравится, очень интересно. Какие опыты проводили сегодня? Мы проводили опыты, мы добавляли, получается, соляную кислоту и добавляли туда цинк. На занятиях побывали учителя, педагоги и директора школ из разных городов. Балашиха, Ногинск, Воскресенск, Клин, Волоколамск, Шатура, Мытища, Электросталь, Раменская, Домодедово, Истра, Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, Фрязино, Черноголовка. Ну, побывала сейчас только на одном уроке, на уроке биологии в пятом классе. Знакомство с водой, правила очистки воды. Как оцениваете проведение урока? Ну, судя по тому, что я сама биолог, как предметник, учитель-предметник, я вижу, сейчас увидела молодого педагога, достаточно такого заинтересованного в своей профессии, прежде всего, и в своем предмете, который умеет заинтересовать детей. Это очень радует, потому что молодые педагоги, как правило, они такие боязливые немножко. Эта педагог, она такая хорошая, мне очень она понравилась, дети заинтересованы были, урок был замечателен тем, что он имел, прежде всего, практическую направленность. И сразу же могу сказать, поскольку я первый раз в Электрогорске и вот в данном образовательном учреждении, мне радостно за педагогов данного лицея, что у них есть такая биологическая лаборатория. Можно позавидовать, честно говоря. В каких уроках побывали уже сегодня? Пока только на одном, на внеурочном занятии по физике. Нескончаемый такой объем информации, очень цельно, дельно. Потрясающе работали ребята. Необыкновенный профессионализм показал педагог с таким знанием предмета, с подходом к каждому ребенку. Была проведена лабораторная работа по измерению влажности воздуха. Но вот я по образованию филолог, мне было крайне интересно, что влажность важна не только как тема изучения на уроках, но и в нашей повседневной жизни. Для красоты, для, не знаю, в пищевой промышленности, везде. Ученики были заинтересованы, как вы думаете? Да, конечно. Ну, понятно, что первые минуты были такие чуть-чуть скованные, но у них такой контакт с педагогом, вот это очень ценно и видно сразу. И педагог к каждому подошла с таким, знаете, вот индивидуальным подходом, да, и ребята вот раскрыли настолько свои знания предмета, что лицей в полном мере, я так поняла, сделала вывод, соответствует высокому статусу школы флагман. Потому что, естественно, научный цикл в приоритете, прежде всего, да, для этого заведения. И вот, ну, практически все физики уже, возможно, в будущем Нобелевские лауреаты. В рамках этого мероприятия педагоги обменивались опытом, смотрели, как проходят занятия и как заинтересованы дети. Было показано очень много научных опытов и интерактивных презентаций. Каждый учитель электрогорского лицея продемонстрировал для гостей свой метод преподавания. Но это не единственный проект такого масштаба. Сегодня мы проводим очень большое масштабное мероприятие «День открытых дверей» для школ флагманов Московской области. У нас зарегистрировано на мероприятие порядка 80 гостей. У нас представители АСО, Институт развития образования. У нас сегодня была в гостях Людмила Викторовна Шапар, заместитель главы городского округа Электрогорск. И наши коллеги – это руководители, представители администрации, учителя из школ Московской области. Можно поподробнее узнать, чем школа флагманов отличается от обычной школы? Школы флагманов отличаются от обычных школ тем, что название говорит само за себя. Это школы, имеющие передовой опыт, передовой, инновационный, школы, оснащенные на порядок выше, школы, имеющие опыт и результативность выше, чем другие образовательные организации. В том числе по Олимпиадам, по результатам ЕГЭ и по результатам проведения различных конкурсов и мероприятий. Насколько качественно учителя в лицее доносят информацию до детей? И детям интересно? Судя по результативности, наверное, очень качественно. Потому что сегодня мы показывали, как раз представляя наш лицей, мы показывали наши результаты. И очень гордимся тем, что в этом году, не имея еще окончательных результатов регионального этапа Олимпиады Всероссийской, у нас уже призеров на 20% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день у нас таких детей 32. Еще будет вопрос по поводу умных каникул. Они были только один раз, прошедшим летом. Будут ли они в этом году? Мы подали заявку и подали документацию на конкурсный отбор в рамках этого проекта. Результат будет известен 15 марта. Если мы пройдем конкурсный отбор, то умные каникулы в лицее будут работать. Во все времена профессия учителя была одной из самых значительных и уважаемых. Учитель воспитывает новых членов общества, передает им знания старших поколений, развивает их мышление, побуждает на новые открытия, а значит, способствует развитию прогресса. Из этого следует, что от учителя зависит, какое будущее нас ждет, какое общество придет на смену нашему. Продолжение следует...